Понятно, что рано или поздно Соединенным Государством Америки надоест поддерживать боевиков, ранее нанятых ими, для уничтожения Сирии и для разгрома страны и для сокрушения власти, поддерживаемой народом, и разгрома самого народа. Понятно, что рано или поздно американцы придут к выводу, что игра не стоит свеч. Так же, как в свое время, они пришли к выводу, что им слишком дорого обходится поддержание откровенно антинародной власти во Вьетнаме и ушли оттуда. Но когда именно это произойдет, я пока даже гадать не берусь. Поскольку слишком много американцев уже вложили туда сил, денег и авторитета, слишком многие американские деятели так или иначе смешаны в поддержке террористов и в других международных преступлениях. Поэтому я думаю, что даже после смены руководства Соединенных Государств Америки, по всему видно, что народ Соединенных Государств накопил изрядное недовольство нынешней политической линии. И смена тамошнего руководства весьма вероятно уже на предстоящих выборах. Но даже после этого, к сожалению, еще очень надолго там задержатся террористы и те, кто их поддерживает. Это просто потому, что нынешнее политическое руководство слишком многих повязало кровью. Но все-таки я надеюсь, что смена политической власти в Соединенных Государствах произойдет уже на нынешних выборах. А вслед за этим максимум год-полтора уйдет на то, чтобы добиться прекращения американской поддержки террористов в Сирии. А без этой поддержки им долго не прожить.